Всем привет! С вами команда HyperPC, меня зовут Тёма, и за спиной у меня CSKA Arena. Находимся мы на эпицентре CSGO 2018. Это шестой эпицентр по счёту, пятый, где мы являемся официальным техническим партнёром. И в этот раз на наших компьютерах идёт не только игра, не только висит сервер, но ещё вся трансляция ведётся с наших компьютеров, заряженных видеокартами NVIDIA GeForce RTX. И это не всё. На пятом этаже арены впервые мы разместили свою игровую зону, где у нас проходит турнир, несколько конкурсов, и вообще всё достаточно весело и интересно. Давайте зайдём внутрь, посмотрим, что там. Мы приготовили для вас пару сюрпризов. В общем, погнали! А теперь факта никто не видит. Давайте зайдём по-тихому на арену и посмотрим, что там происходит. Заходить мы будем через входы, через которые входят игроки. Вот здесь заходили, поиск лам. По-тихому. Ну, хватит, конечно, что мы комментируем именно тут. Вот мы на самой арене эпицентра. Как видите, сейчас идёт игра. И, конечно, я не могу посредине игры выйти на арену, показать вам, что там здесь происходит. Но чуть позже мы обязательно зайдём на сцену, попадём в будки. Я покажу, как они выглядят изнутри, как играют игроки и вообще как там устроено. А пока давайте пройдём в нашу игровую зону на пятый этаж и посмотрим, что происходит там и спросим у наших ребят, как прошёл сегодняшний день. И вот, ребята, наша игровая зона сразу же встречает посетителей наш Hyper Crystal. Мы развели на нём наш микросервер, чтобы провести турнир. Мы даже серваки держим вот на таких бомбических компьютерах. Посмотрите, какие чудесные Lumen мы привезли. Это наш Lumen Plus в эксклюзивном скине CS GO Hyper Beast. Следующий экспонат – это наш Lumen Mini в исполнении CS GO Vulcan. Тоже отличный, отличный экземпляр. Самое главное, что он очень маленький, компактный, удобный. Ну и после стилизации потрясающе красивый. Воу-воу-воу! Вот наши девочки, с которыми можно было сфотографироваться, поучаствовать в фотоконкурсе, выиграть призы от HyperX, ну и получить памятные фотографии. Народу, я думаю, с вами сфотографировалось сегодня немало. Здесь наши ребята помогали подобрать конфигурацию, рассказать о наших компьютерах, рассказать о наших фишечках. Вообще помогали всем, кто хотел узнать о нас побольше, о наших компьютерах. Здесь находится наша игровая зона. Сейчас здесь происходят финальные бои. Скоро у ребят будет финальная битва с нашей командой Hyper PC за игровые места, которые тоже призы от HyperX. Клавиатура, наушники, мышка, коврики. Эти компьютеры с точной конфигурацией, на которой играют профессиональные игроки на сцене Эпицентра. Так что все в равных условиях. Несмотря на то, что шли игры, здесь было постоянно туча народу, и все не могли оторваться, чтобы поиграть и получить, естественно, подарки. Подарки все любят халяву. А теперь давайте быстрее, пока есть время. Потому что кончился матч Liquid против Phase Off. И у нас есть время выйти на сцену, показать вам кабинки и саму арену поближе. Побежали! Ну вот, друзья, мы находимся на арене Эпицентра. В перерыве между матчем у нас есть возможность выйти и посмотреть, и показать вам, как здесь и что. Посмотрите на это. Кубок Эпицентра. Я как сейчас помню, когда первый раз вышел на сцену и увидел его вблизи. Никогда не думал, что так близко буду находиться кубку такого масштаба и формата. Я даже могу к нему прикоснуться. Я думаю, что вас всех удивит и порадует креативность и оригинальность выхода игроков на сцену в этом году. Они выходили то спускались с лифтов, то выходили из клуба пара, огня и прожекторов. Но в этот раз они выезжают на минивэнах Mercedes. А теперь давайте... Да, кабина точно пуста. Давайте зайдем. Тут даже лежат все их девайсы. Из особенностей, которые не у всех есть, я хочу отметить, это камеры, которые снимают каждого игрока. И в момент, когда показывают его геймплей, видно лицо игрока. Это очень прикольно, потому что видно эмоции и сразу понимаешь, кто играет, если ты там не очень сильно разбираешься. У меня дома у одного-то все руки трясутся, когда я остаюсь один-один с противником. А здесь такой накал страстей, такие ставки и такая толпа, когда она орет и смотрит на тебя. Но это очень круто. Это очень круто даже просто сидеть и находиться здесь сейчас, когда на тебя смотрят буквально 15-20 человек. У ребят в этой кабине есть все, что нужно для такой игры. Во-первых, это полная звук и шумоизоляция. Во-вторых, это кондиционер, еда, вода, бананы, салфетки. Вообще все, что нужно, чтобы отсюда можно было не выходить полтора-два часа. Естественно, естественно, мы привезли сюда свои Lumen. Это большая версия Lumen Plus в киберспортивном дизайне HyperPC. Мы взяли свой старый дизайн, доработали его под этот корпус. Он получился еще более агрессивный, еще более киберспортивный. Естественно, все компьютеры основаны на видеокартах GeForce RTX 2080, топовых процессорах Intel. Да, это не i9-9990K, но мы просто не успели переоборудовать весь парк на самые новейшие процессоры, потому что их просто нету. И здесь не менее топовый 80-86K. Все это позволяет играть все на тех же огромных-огромных FPS, потому что FPS имеет значение. Также здесь установлены 240-герцовые мониторы, что позволяет достичь максимальных показателей FPS. Оперативная память HyperX, в данном случае это Predator RGB. И последняя интересная и удобная фишечка для эпицентра – это, естественно, мобилреки. Отсеки, которые позволяют моментально заменять SSD-диски. Ведь на каждого игрока на эпицентре свой SSD-диск со своими настройками. Посмотрите, как всегда, как всегда, грандиозная, огромная постройка. Это сцена эпицентра. Эпицентр всегда старается и каждый раз делает неповторимый стиль. А у Counter-Strike это всегда какая-то карта. Я не очень сильно разбираюсь, но мне сказали, что походу это карта канала. Огромные экраны, потрясающие световые, звуковые эффекты. И все это вместе делает просто незабываемым это мероприятие. В этом году на арене стоит огромный бензовоз. Очень жаль, что он не выехал на живую и не пробил эту сцену. Но все равно выглядит очень эпично. Есть один очень интересный экспонат, который мы вам сейчас покажем. Сомневаюсь, что я смогу с ним физически повзаимодействовать, но вы должны это увидеть. Это броневик, который создан, чтобы тащить. Очень жаль, что я очень слабо разбираюсь в Counter-Strike. Возможно, это элемент самой карты. Возможно, это задумка организаторов. Он весь в грязи. Он даже как будто реально сюда приехал, но у него почему-то спущенное колесо. Ребят, он настоящий. Он реально настоящий. И я первый раз вижу броневик изнутри. Очень бы хотелось вам это показать, но я сомневаюсь, что мы сможем это сделать. Вам придется верить мне на слово. Но внутри выглядит очень интересно. Ну что ж, в финал вышло, как все и ожидали, кто смотрел, отборочный и весь плей-офф. Это команда Na'Vi и FaZe Clan. Давайте пожелаем удачи всем. Напишите, кстати, в комментариях, за кого вы болели или болеете. Я не буду больше мозолить глаза оставшихся аудитории и всем организаторам. А вы наслаждайтесь игрой. Ура! Ура! FaZe Clan чемпионы Эпицентр 2018. Кто бы мог подумать, что они выиграют у Na'Vi, но это произошло. Это произошло. Спасибо всем. Спасибо всем, кто был с нами, кто смотрел этот ролик, кто болел за наших. Ребята, увидимся совсем-совсем скоро. Спасибо всем большое. С вами была команда Hyper PC. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok